Меня зовут Рушкина Арина Владимировна. Я врач, аллерголог, иммунолог, доктор медицинских наук и больше 20 лет занимаюсь натуропатией, в том числе фитотерапией, гомеопатией. Живица на кедровом масле, по-другому она называется терпентиновым бальзамом. В Корее пихты есть такие пузырчатые образования, вот вы на слайде это можете увидеть. Это пихтовая смола, ее называют живица, и живица она содержит 30 процентов эфирного масла, то есть если хвоя 3-3,5 процентов эфирного масла, то здесь фактически в 10 раз больше. И огромнейшее количество янтарной кислоты, которая необходима для функционирования нервной системы. Большое содержание скипидара и канифолии, и скипидар производится в принципе из живицы, и соответственно все это дело стимулирует дыхательную и сердечно-сосудистую систему. Используем 10% живицу, она растворяется в жирах, поэтому либо растворять ее надо в спирте, либо в жирах. Вот мы используем растворение в жирах и непосредственно растворение в кедровом масле, так она лучше себя раскрывает свое вот это терапевтическое действие. Живицу уже не пьют, не дай бог там столовыми чайными ложками, это сверхконцентрированный бальзам, его принимают капельками. Он стимулирует обновлению состава крови и хорошо зарекомендовал себя у пациентов с аномиями, когда есть недостаток железа, когда есть недостаток гемоглобина, снижает уровень холестерина, стимулирует работу желудочно-кишечного тракта. И все, что мы знаем про косметологию, это раздраженная кожа, сухость кожи, когда есть укусы насекомых, когда есть всевозможные акты, мозоли, ожоги и так далее, мокрые экземы, грибковые поражения кожи, то мы используем разбавленный пихтовый бальзам. Живица, она оказывает в основном бактерицидное и рано заживляющее действие, мы ее используем местно, локально, если это для заживления, более разбавленный раствор, если это для удаления, например, пяточных шпор или всевозможных таких плотных ороговевших мозолей, то используется локально, буквально со спичечную головку. Живицу мы можем потреблять внутрь, используется 10 капелек за 15-20 минут до еды, либо накладываются компресс наружно. Можно использовать при выпадении волос, при перхоти, массируют растворы, содержащие живицу, оставляют на 2-4 часа под теплом и затем уже промывают волосы шампунем, в принципе промывается очень хорошо. При ОРЗ, при гриппе можно использовать местно, локальные втирания и использовать внутрь.